Но не об этом сегодня речь, не о моих, скажем так, сексуальных предпочтениях, причем здесь БТшники, я не скажу. Добро пожаловать в студию The Falls Emperor. В эфире новости, как всегда, здесь Михаил, Денис и... Человек-сосед за своей газонокосилкой. Что ж, мы расскажем, что прошло за эту неделю. Сюрприз, она была чуть получше прошлой, но все равно у нас как бы в целом лайтовенькая. Я тоже вернулся буквально на днях, в 10 дней в году, когда я не делал ни хрена. Какие из 10 дней? Это правильный вопрос, но уточнять мы не будем. Что ж, что важно. Важно то, что у нас на этой неделе, то есть на прошлой неделе, можно было заказать всякие распилы. Да, там одна целая новая минька была, и все, типа для Елиси. Всякие государства, они нам не дают покупать ничего такого распильного. В этом мы не участвуем. А вот, ребята, Туманного Альбиона, пожалуйста, любые распилы на заказ. Можно из стартеров старых какие-то миньки. У нас там Капитан с щитом, который классно стоит. Как их, господи, с этих щитами-то пацанами. Блэйд Гардов. Блэйд Гардов. Ну, короче, тот самый стартерочек кусочками. Там, опять же, лейтенантик этот с Валкидочкой тоже с щитом. Они все красавчики, они отлично подходят для твоих любимых БТшников. Но эти миньки у нас уже у всех есть. Ну да, эти у большинства есть, хотя некоторые люди, вот им надо было... Я все еще горю, но я уже в прошлый раз рассказывал про бедный Вангард этот Task Force. Ну, ладно, типа, снайперы окей, эти инфильтраторы, эти инкурсоры, все круто. Капитан, ну что им сделали ГВшникам эти джампакеры с автопушками? Да выпустите вы их отдельную коробку, я вот понять не могу. Ну, если мысль не очень понятна, то у всех все с отдельными коробками нормально, а эти парни почему-то только вот таким куском с остальными всеми идут. Да, и больше вот никак их не выпускали и, видимо, не собираются выпускать. Меня вот это просто убивает, типа, почему? Да, даже этот капитан или кто это, лейтенант. Лейтенант, лейтенант тоже, да. Лейтенант в области тоже есть отдельный, насколько я помню. Да, то есть все есть, но вот почему-то его нету. Причем реально они с автопушками такие самые храматичные, ну, да. После снайперов этих, мне кажется, и почему-то вот им коробки нет. Возможно, им готовили какой-нибудь даулкит по типу разжигателей, которые тоже на джампаках с плазмами двойными или с хэви болтерами маленькими, но то ли не придумали, то ли где-то что-то занижалось. Кстати, как у снайперов тоже, кстати, у снайперов же тоже две вариации. Да, они с ласками и со снайперами. И где-то, видимо, что-то пошло не так, то ли не придумали профиль, то ли что-то не нарисовали и до сих пор их нет, ждут. Но это, я как, почему это понимаю? Потому что мы тоже какие-то ролики, например, они не выходят, потому что где-то что-то было нужно сделать, это не было сделано в срок, а потом, ну, видимо, уже не актуально. Мопсик отдельно тоже, спасибо, красавчик. Хотя ему бы хотелось бы каких-нибудь альтернативов, вариантов, потому что вот это вот уже козел скачущий на одной ножке, уже несколько килограмм. Ну, да, даже не на ножке, а на своей тряпочке он скачет. Ну, короче, да, его бы хотелось бы какую-нибудь еще оттянуть версию. Ну, красиво выглядит, но тем не менее. Ну и плюс там прочее. Аннуальный Kill Team 2023, напоминаем все в одной... Цитирую о комментаторах к последним новостям. В этой системе я не разбираюсь, про это ничего не могу сказать, в этой системе я не разбираюсь, ничего не могу сказать. А вы что ожидали? Друзья мои, станьте теми людьми, которые нам пишут всякое про систему, в которых мы не разбираемся. Например, у нас есть по Некромунде специальный человек, который нам объясняет, что там происходит. Спасибо тебе огромное. Кстати, надо вот в титры, мне кажется, добавить его. Вот, если тоже вы видите, что мы за рамками 40К мало чего понимаем, а вы как раз в системе глубоко, и вам не лень черкнуть нам пару объясняющих строчек, типа вот, там вышел такой режим, значит, в нем вот это, вот это, вот расскажите, мы вам очень благодарны, спасибо большое. Тем более, вот, кто напишет по осу, это ваш последний шанс, зато все начнут разбираться в аосе, и все, как бы. Да, и это окно возможности закроется. Да. Что ж, Фелгор Равагерс, это те самые козлы, которые теперь появились в кодексе ХСМ, и прибегают тебе на чердже, что-то там делают. Нехорошее. Зачем, почему, не очень понятно. Ох, как страшно, да. Хэнд оф Архон, это для... Кажется, киллтимовцы для... Ну, это старые, на самом деле, ну, старо-новые кабалиты, просто с апгрейдспрулькой одной, типа. Вообще красавчики, на самом деле. Ну, прикольно, нет, апгрейдспрулька очень классная. На них смотришь, и ты не сразу поймешь, что это старые чуваки. Ну да, у них набор все еще неплохой, все-таки. Поэтому не так, что вам требуется обновлять инквизи... Агент, Михаил умеет читать, он называется. Ну, прикольные, ребята. Дискратия, это не порог, это фишечка. Да. Мне только что Азон написал, что заказ достали. А что я заказал, я не помню. Это неважно, это новости, которые никого не интересуются. Денис, что-то пришло, тратит деньги. Ладно, агенты, тоже замечательные пацаны, на самом деле. Вы должны понимать, если вам непонятно, что вот это инквизиция, какие-то непонятные чуваки, какие-то бомжи. Из этого вообще Ваха вылезла. Это Рогью Трейдера, вот самая вообще кровь. То есть, это того, что начиналась Ваха, чем она была в начале. Это вот эти вот... Вы в ролевку играли, где вы какой-нибудь Рогью Трейдер, у вас какая-нибудь свита. Или, возможно, вы инквизитор даже, и у вас тоже какая-то свита. Или вы и есть этот свитер. Да, и приключаетесь где-то. Поэтому, естественно, это будет постоянно. Вахе никуда не исчезнет. Хотя, мне странно, что они Рогью Трейдера ни в каком виде таком не перезапустили, кроме самой игры от FFG, по-моему. Да, вот ролевки. Ну, да, да, да. Ну, та серия, насколько я знаю, уже загнулась. Есть книги, там, Dark Crusade прикольная, про наших пацанов. Only WoW про эгэшников. И что-то еще, как раз инквизиторская была. Так что... Не, недавно выходила про ролевки. Ну, они что-то там перезапускают. Но, насколько это популярно, тоже не знаю. Хордкин Салла Вейджерс. Ну, это, опять же, то же самое, как и для предыдущих. Мы говорили, это вот, типа, здесь есть апгрейд для гномиков. На самом деле, прикольный апгрейд, потому что здесь есть закачки, которых нету буквально нигде. Ну, то есть, ладно, джампакам пока не понятно, что делать в Большой Вахе. Но, например, банально миниган, вот где ты его достанешь. Нигде ты его не достанешь. Это единственный способ, типа, из этой коробки только. И здесь можно дискутировать по поводу того, блин, было бы классно, если бы эти наборы приходили не как есть в 40К, то есть, у тебя, типа, отдельный, например, отряд, void пиратов у друхарей, да? Вот они вот так вот, как есть, типа, вот так и бери. Насколько я знаю, здесь так же. Нет, нет, это, да, там есть закачки. Ну, особенно, вот как HSM. То есть, вот когда у HSM они выпустили, хорошо то, что они дали новые закачки. Ну, конечно, сейчас особенно, мы просто будем как раз, вам спойлер, мы будем снимать после этого сейчас обзор HSM. Моя любимая, как работает сейчас книжка в тактичке, это просто ору не могу. Но, типа, то есть, да, есть закачки, это хорошо, когда удаётся, берётся юнит, просто у неё появляются новые опции. Это классно. Когда это даётся, как вот, например, у крутов они сделали, я считаю, странно, у Тао, то, что у тебя есть круты, а есть вот те вот крутые скиллтима. Зачем-то двумя юнитами разными. Ну, то есть, короче, с одной стороны, это не очень прикольно. Хорошо бы они вот действительно, это был всегда апгрейд, это были дополнительные опции, вот как у HSM, опять же. Но в любом случае прикольно то, что ты можешь киллтимовский юнит использовать 40к. То есть, типа, они могли этого просто не делать. Ну да. Вот, это надо понимать. Киллзона Брейд Гэллоу Фолл, это всякие замечательные что-то. Ну, это объективы, но они ещё под миссией. Типа капсулы десантные, столы всякие. Вообще, вот это вот классная штука, которую бы ГВ выпускать побольше, как по мне. Вот это просто, в чём единственный недостаток этого набора, он очевидно, ну если прямо совсем придираться к нарративу, он для закрытых помещений, очевидно. Ну, как бы, ладно, капсулы ещё, предположим, где-то могут стоять, но, например, столы операционные, ну, естественно, они не будут стоять на улице, как мы привыкли, когда у вас какие-то руинки. То есть, именно для закрытых. Вот им бы вот такой подобный штук делать побольше, потому что бы, который там можно было использовать в разных, как бы, ну, не сеттингах, а разных стилистиках столов тех же. Потому что, ну, мне кажется, не хватает вот этого украшательства под 40, вот то, что ты раскидал какое-то говно. Ну, не только под 40, а под АОС, то же самое, под... Ну, в АОСе целом Титерейна, конечно, меньше, ну, хотя можно было бы больше делать. Ну, ладно, наверное, что-то ближе всего к этому есть в Некрамунде. Вот то, что они выпускали, например, там торговые ряды, вот это вот всё. Всё-таки прикольно. Но, единственное, я предположу, что, возможно, такие наборы не самые популярные по покупке. Вот, может быть, это ограничивает. Ну, напоминаю, у нас сейчас активный абордажный режим есть. Да, ну, в 40, а поэтому, конечно, такие штуки позволяют ему раскрываться полностью. Всё-таки представлять себе, что ты где-то там на каком-то корабле, у тебя стеночки стоят, или наполнить всё это прекрасным ландшафтом и играть, это разные вещи, это то, как раз, что в твоей голове создаёт потом впечатление от игры. Да. Эти детальки очень важны. И мы переходим к Next Week, где я обязан задать Михаилу тот же вопрос. Ты готов купить уже города Сигмар себе? Ну, на самом деле нет, потому что у меня всё-таки есть сейчас мои Voki. Ну, если серьёзно, конечно, спрашиваю. Так, мне нравится, мне нравится, прикольно выглядит, ребята. Всё ещё. Но, как бы, Voki, во-первых, ван лав, а во-вторых, мне надо хоть что-то вначале собрать и покрасить. Я абсолютно согласен. То есть, вот этот как раз формат аэронавтики, я бы назвал его, потому что мы смотрим, такие, блин, а прикольно. А, наверное, прикольно, но вот покупать мы, как бы, сердцем хотели бы, потому что ты смотришь, вот даже как-то статьи вошли в сердце, потому что там, значит, а как обычные люди могут противостоять всем вот этим ужасам Age of Sigmar, где у тебя, значит, сражаются... Где у тебя двойной холод существует. Бессмертные сражаются с какими-нибудь порождениями там хаоса или бессмертными полотенцами, какими-нибудь там, и что, что-нибудь такое, да. И вот ты обычный человек, у тебя, типа, есть меч, и такой, типа, а как? Есть вариантики, как бы, во-первых, это, ну, как во всех, в принципе, произведениях, где люди сталкивались с какими-то вещами, которые выше их, да, они всегда что-то находили для этого. Например, приказы есть в городах Сигмара, где-то там, типа, о, смотри, они уже лучше бегают, там уже стреляют в ответ и так далее. Ну, или, главное, моя любимая чекушка у артиллериста, вот это лучше, типа, как он справляется. Он просто в очко все время, и все, типа, ему норм, типа. Да, он такой расплывчатый фон там и стреляет туда. В общем, это, типа, а-ля эгэшники такие. Ну, и при этом, что прикольно, я хочу отметить, что это, о, наверное, вот такие ситуации, это очень классный, не знаю, ладно, надо смотреть, конечно, что ГВ будет потом делать с фракцией, но вообще это очень хороший способ вкатиться в систему и во фракцию, потому что это не тот момент, когда, знаете, ну, типа, все-таки у многих людей, которые занимаются вахой, ну, и у многих, кто, там, гиговской тематикой увлекается, есть эта вот любовь, как это называется, к комплекционизму, ну, типа, что вам нравится что-то дособирать до конца. Типа, это очень, ну, это очень приятное ощущение. Могу сказать, например, почему вот все-таки я не жалею, что я тех же, там, Тау в свое время выбрал для «Собираю Тау», потому что я практически собрал Тау. У меня вот есть, ну, понимаю, что все у меня есть, у меня есть лимиты всего. Скажите что-нибудь, давайте про «Романту», самое жду ваши лучшие комментарии. Вот, и это, типа, очень приятное ощущение. Ну, например, когда ты там какую-нибудь 40-ка, например, маров будешь собирать, ну, шансов собрать полностью маров в лимит, я не знаю, как ты это сделаешь, типа, по-хорошему. Ну, ты должен быть каким-то, во-первых, миллиардером с огромным количеством времени, у тебя должны быть 20 китайцев-рабов, которые будут сидеть тебе в подвале и красить модели безостановочно. Ну, типа, вариантов здесь никаких нету. Вот, но вот когда вот выходит новая, прямо новая фракция, это вполне себе реалистичный план. Вот, это вполне сериалистичный план, это прикольно, что ты вот, что есть, то купил, у тебя нету большого, типа, вот этого, вот это большой проблемы, когда люди, мало того, что мучаются выбрать фракцию, какую фракцию мне выбирать, такие, думают, думают, потом выбрали, а потом, что купить. И вот, и, ну, хрен знает, что тебе купить, реально, много чего можно купить. Ну, вот, у Думаров посоветую человеку, что ему купить со старта, ну, там, кроме какой-нибудь Бординг-Патруля или Старт-Калекинг или что-то такого. Хрен его знает, что тебе может нравиться, все, что угодно. Вот, а тут, ну, взял, купил сюда стартовую коробочку сейчас. Ну, и сидишь, любовненько клеишь, красишь пацанов, и на тебя смотрят, как, о, новая армия, интересно всем, а чего там, а как. Да. Короче, прям, мое почтение, сейчас за этих пацанов влезать сами хотим. Рандомная рекламная интеграция, ну, не рекламная интеграция, у меня просто, если хотите как-то помочь каналу, у меня есть большая просьба, есть у кого-то, хотел сказать, чат, чат, есть у кого-то, рульбук, сраный рульбук АОСа, есть у кого-нибудь, кто готов пожертвовать. В принципе, могу купить, но лучше, конечно, пожертвовать, потому что я просто, я думал, ну, надо, сейчас объясню, для чего, я думал, Денис, надо купить рульбук, я посмотрю. Говорите ему, что он у меня есть, не молчите, в комментариях, пожалуйста, не говорите. Этой редакции? Этой, наверное. Подозреваю, что этой. Ну, на всяком случае. Третья же сейчас будет? Да. У меня вторая, вроде как. Отдай рульбук. Ты в этом не знаешь. Ладно, кто-нибудь, дайте рульбук. Нет, короче, я зашел, знаешь, сколько стоит сейчас рульбук? Просто отдельно, на Хобби Геймс. По-моему, почти 8 тысяч. Ну, как бы, там, ты видел, он какой-нибудь, мое почтение. Ну, конечно, там, да еще женщина такая, с щитом. Вообще красота. Книжка как? Ну, ладно, так вот. Нужен он для того, чтобы помочь нашему новому каналу, которого еще не видел никто из вас. Вот, потом увидите. Вангард? Я ее, кстати, почитал про Бэкаос, знаешь, что самое классное? Вот, буду вам рассказывать про кулл-стори, самое главное, Архаон, какой классный вообще. Мало того, что весь ФБ, он так там вообще в аосе всех нагибает. Мужик вообще хорош прям. Вот Сигмар вообще, прям, вообще, Пасос Петрович, прям, грустно. Короче, типа, император нормального человека. Да, вот прям хорош, он вообще такой. Он, как я понял, до сих пор смертным остается, по сути-то. И все еще всех, да. Ну, у тебя есть шансы. Да, да, да. Хорош, короче, Архаон, хорош, доволен, вообще не могу. Кстати, блин, где купить Архаон, вот не знаю. Нигде нету пластикового. У тебя муха на носу-то сидит все это время. Нет, не брал. Вот и брал. Все, отстаньте мне, муха. Вангард Серафон. Ну, напоминаем, какому-то патрули. Да. Которые есть, волосики. И серафончики, красавчики. Ну, прикольно то, что здесь новиночки есть, так что классненько. Эти прикольные, вот эти большие ящера-крокодилы. Крокодилы. Приятно, когда, в принципе, у тебя в комнате патрулей есть разное. А не как, например, у Гвардии Смерти. Когда берешь одного парня и кучу просто зомби, сука. Не, ну, номинально там такое же количество винтов, как и здесь. Три. Вот и здесь тоже. Ну, блин, все-таки, когда ты начинаешь, тебе как раз хочется немножечко, типа, пехотки, командирчика, ну, какую-нибудь технику, да, вот, чтобы разное было. А ты, ну, я понимаю, что это идеалистичный подход, но, тем не менее. Ну, в этом плане, одни из лучших, это, мне кажется, все-таки морские. Ну, очевидно, догадайтесь, чьи лучше проработаны, это морские. Потому что у них как раз есть там какой-нибудь транспорт, какая-то пехтура, какой-то чарктер, или там дредноут есть у них. Вот в этом плане, да, они для новичка, конечно, поприятнее смотрятся. Что ж, ересь вошла в чать к лейлист чемпион консул. И вот мы который год уже видим вот эти вот релизы каких-то рандомных миник в Сомале, смотрим на них, забываем и даже не знаю. Не, ну, типа, нормально выглядит, я ничего не могу сказать. В пластике выпустили было бы хорошо, в пластике не выпустили, плохо. И я вот в этот раз, я не буду даже вам сейчас слухать, я не читал статью, не хочу ее читать даже. Я просто предположу, что, дайте догадаюсь, лейлист, легион, консул, наверняка. Да? Называется так, но при этом можно и пользоваться рейтером. Конечно. Сто процентов. Ну, это, зачем они это делают? У вас проблемы с маркетингом ГВ? Объясняю, на самом деле, почему мой такой да**, ну, типа, я сейчас сказал, алё, ГВ, звоню тебе по стакану, как бы, подсказка. Если ты хочешь расширить продажи своих продукций, которые покупают, судя по всему, не очень много, раз она выходит в смоле, может быть, вы не будете умышленно людей ограничивать, типа, ну, в том, что, я уверен, кто-то скажет, Михаил, люди не настолько тупые, люди настолько тупые. Если написано лейлист, я уверен, куча народу такой придет, лейлист, а я собираю этих сынов Хоруса, ну, значит, не для меня эта коробочка, все. Вот, типа, и кто-то скажет мне, Михаил, это не так, это так, поверьте мне. Вот, где-то, если люди смогут нафакапить, они нафакапят все, что только смогут. Поэтому, типа, зачем? Зачем вы это делаете? Просто назовите это консулом, не знаю, каким-то. Консул с комбиболтером. Сука, что с вами? Может быть, здесь другой подход, знаешь, тебе должны продать саму идею. Консулов этих говна, вот они кому нужны, а тут тебе... Ты, настоящий лейлист, борешься с этой угрозой, переворота, и вот тебе воин, который будет стараять на стража императора. Такой, да, ради императора должен купить эту миньку. Не, ну, может быть, мэм. Я, конечно, я дурачок и, наверное, что-то не понимаю просто. Я, ну, как бы, я и... Что такое я и маленькая инди-компания ГВ, которая не может разобраться с логистическими проблемами, да? Что ж, далее раздел того, что мы упомянем, но покупать не нужно. Бордгеймс. ГВ продолжает их зачем-то упускать. Комбат Арена Лэйр оф Дебиаст. Где у нас даже есть какие-то миньки. Это репаки старых мини, которые уже где-то были. Не, ну, я могу предположить, вот зачем эта штука, кстати. Зачем эта штука? В смысле, нет. А зачем она существует? Это просто, ну, типа, это может кому-то просто как игра пригодится, да? Но зачем вот вам, типа, как, например, какому-нибудь знатному вахофагу, типа, который сидит уже давно, играет, играет. И он такой, зачем мне нужна эта коробка? Объясняю простой пример. Вот, предположим, есть вы, а у вас есть какая-нибудь жена, собака, ребенок, кошка, там, не знаю. Приемные дети. Да, приемные дети. И вы хотите, типа, их каким-то образом подсадить на ваху. Это один из теорий и способов, который может позволить. Это потому, что ты, как бы, в миниатюре покажешь, ты покупаешь эту коробку, покажешь, смотри, вот это солдатики, мы их, типа, склеиваем, мы их зачистили, мы их покрасили, и можно играть, типа, вы поиграли, что-то походили. И такие, о, прикольный вот этот эксперимент. Да, знаешь, смотри-ка, и ты такой, бух, блин, достаешь миллион коробок, смотри, как можно еще. И все, и понеслось, вот. Может быть, сработает, может, нет. 50 на 50 неудачный тираж, как всегда. Ну, и там же Blitzball, это уменьшенный Bloodball, Combat Arena, какого-то другого варианта, китайская, и Lost Relics. Японская, ну, неважно. По-моему, японская. Я не вижу. Хироганы, Катаканы, как там ее... Да, короче, есть. Красавчики. Вот. Такие вот релизы ждут нас. Ну, как бы, лето, Epic свалился куда-то в октябрь, ноябрь, возможно, что-то поделать. Блин, я сейчас, если только сейчас до меня дошло, вот я бомбил предыдущий выпуск про то, что ГВ не может справиться с логистикой, и у них по жопе идет вот эта вот сейчас фигня вся с... По жопе? По жопе. Welcome to the club. Так вот, я же понимаю, вот оно свалилось же, а это релиз был не на одну неделю, он переходит, ну, куда-то на октябрь. Это же не только будет проблема его, ну, типа, просто, что вот оно, сейчас у них дыра, а это наложится на что-нибудь. Например, выходы кодексов для 40К, и они начнут, релиз этих выходов кодексов сдвинется опять, и опять у нас будет та ситуация, что какие-то люди сидят, редакция вышла уже как полтора года, а они такие, а когда у нас будет, интересно, кодекс просто? Казалось бы, причем здесь и Epic, типа, да, и кодексы 40К, но это одна компания маленькая, да, да, они не могут, не могут окошки вот эти для релиза выделить, поэтому вот... Поэтому все, кто спрашивает под обзорами, когда обзор кодекса X, он будет? Но вы видите, сейчас обзор этого вот кодекса. Почему? Потому что вот конкретно сейчас мы его сделали. Вот так же Гавай делает. Да, да. У них есть один рот, из которого все вылазит, и там очередь. Бывают запоры. Часто бывает, как показывает практика. Что ж поделать. Ладно, к новостям канала. Хоть здесь все понятно, хотели сказать мы, но у нас в целом понятно только то, что сейчас как раз мы индексы добиваем. У нас обзорчики сейчас, Марчик, более-менее сейчас проходит. В воскресенье вышел у нас обзор Маров. На приемчике. Да, и в ближайшее время вы увидите, собственно, обзоры всяких там индексов и прочих. Вы только и смотрите обзоры индексов, в смысле обзоры соплаев марских как раз. Плюс вот они, наконец-таки, вы их увидите. Нет, они вышли уже, вот они вышли. Серые рыцари, надеюсь, вы увидите их. Ну, короче, куча обзоров, куча обзоров. Но мы уже добиваем, осталось на самом деле мало. Кто ныл по поводу того, что хоситов, ну, конечно, ладно, хоситов всегда ноет. По-моему, про хоситов как раз никто не ныл. Не, ныли, ныли, ныли. Я видел, да, ныли. Промаров тоже ныли, нохо про хоситов. Бедный тот любитель хоситов. Короче, будет про хоситов, не волнуйтесь, тоже обзоры. Но этот челес чуть-чуть подольше. Вот. И да, в основном, короче, обзоры. У нас очень много обзоров сейчас. Все-таки надо их добить. Ну, и когда-то в ближайшее время заканчиваем мы сезончик пасты. Ереси, да. Вот, потому что что? Правильно, десятка началась. И поэтому в ближайшее время, какой, пятый, четвертый? Пятый. Пятый сезон пасты. В десятый редакции, у нас все ровненько. Мы тот еще не закончили, уже новый начали. И так что, в любом случае, контента будет через край. Ну, и, естественно, завтра с вами... Да, будет, я вот думаю, что. Я не знаю, какой стрим будет даже. Ну, по идее, я обещал, конечно, хоббийный стрим по АОСу. Все еще. Я до сих пор не показал, с кем покрасы. В теории он будет в среду. На практике давайте посмотрим. Я не уверен. Погода сейчас не мешает. Я просто не уверен, что я подготовлюсь опять к ним. Вот скажут, Михаил, ты с прошлой недели еще... С позапрошлой ты не можешь подготовиться. Да. Посмотрим. Может быть, что-то просто пособираем с вами посидим. Ну, в любом случае, пообщаемся. Посидим, покекаем. А в четверг? Оу. Будет отчетный стрим для премподписчиков ежемесячно. Не ждали, а он приперся. Друзья, маленьким кружком на премчике соберемся, обсудим, что там с контентом, что там с нашими всеми работниками, кто что сделал. Вот это вот все, что вам нравится, что не нравится. Какие пожелания, пожалуйста, в четверг приходите. А я, кстати, знаю, что можно постримить. Может быть, в четверг постримим. Мы все-таки начнем постримим в Вархаммер, этот, Блад, Кисен, Блад или что. Короче, игра про орков. Сайдскроллер, условный сайдскроллер. Может быть, ее постримим. Вот так вот. И что ж, в эту субботу, в эту же субботу. В эту субботу. Что, Михаил, в эту субботу произойдет в Голдфише? Бам! Будет очередной этап Спарка, на котором у нас будет, напоминаю, опять, ну, это последний раз, справедливости ради, пока что, будет розыгрыш 15-15 паниниевских журнальчиков с наклейками. С наклейками. Да. Ну да, ну с бустерами тоже они идут, естественно. Которые сами Панини и Голдфиш нам, собственно, предоставили. А если что, для участников специально, как-то отдельно на розыгрыш регистрироваться не надо. Просто вы зарегистрировавшись на Спарк, придя, вы просто мы разыгрываем среди участников. Все. Ничего особенного делать для этого больше не надо. Да вот. Конкретное, что по самому Спарку, можно рассказать, как раз, чего не было у нас в прошлом новостях, я не рассказывал. У нас как раз мы возобновляем вот эту вот, ну, чуть уплотненную как это, бэковые составляющие происходящих, потому что у нас теперь придуманы специальные экшены, которые люди делают. Например, имперцы у нас там молятся, хаоситы. Молятся, ну, по-хаоситски молятся, получают д3 имморталок. Вот. И, простите, хаоситы, я не мог не сделать этот экшен. Вот. И у нас, соответственно, ситуация на карте меняется. И как бы после последнего этапа сражения у нас как пошли, во-первых, в какой-то веке имперцы все собрались. Имперцы по всем практически флангам смогли отстоять свои позиции. Ну, они нигде не проиграли ни одной, типа, 5-й территории. Они смогли, наконец-таки, победить вотанов и отбить у них кусок территории. Это раз. Они смогли отбиться от тиранидов. Они смогли отбиться, ну, условно, по большей части от всех ксеносов. Даже начали возводить фортификацию со стороны ксеносов, потому что там постоянно долбежка безостановочная. И они просто стоят и строят, короче, там безостановочно. Вот. Тем временем, те же вотаны просто такие вотаны и тираниды. То есть все играют нормально. Вотаны и тираниды, мои копать туннели. Эти, короче, подкопы устраивают, ну, в принципе, нормально. Ожидаемо от них. Хаоситы, ну, в принципе, молились в основном, получали по жопе. Ну, Ильдары там типа тихонько подкекивали, они молодцы там, не отсвечивая. И мое, конечно, любимое приключение Шиза, это Нагачи Секундус, это Тау, апогей тактики и стратегии, возможно, баллистики. Это просто ребята, которые просто перешли в абсолютное контрнаступление против Хаоса, захватили два куска просто у территории, два квартала у Хаоса, и один нахрен сморавняли опять с землей. Просто этих психов ничего не останавливает. Сожгли поверхность в прошлый раз, подземелье они решили, видимо, все обрушить. Ну вот, посмотрим, что у них дальше пойдет. Ну, причем по-чистому каёны играли, в засаде сидели. Что, Хаоси, ты чувствуете вкус высшего блага? Да-да-да, Хаоси, соберите же, камон, Козловский. Что-то прям плохо, вот. Но будем вас держать в курсе, что происходит. Но вообще, кто не понимает, в чем суть, у нас теперь добавилось, что есть специальный ряд экшенов, которые есть общие, а есть для фракций, которые могут игроки исполненно выполнять во время игры, и они будут у нас сказываться на карте, и как там что происходит. Ну, вот, например, я делал экшен для минирования, он общий, но можно сказать, что он, конечно, фракционный для ТАУ. Судя по всему. Эти как больные, они всегда все сломают, им только дай. Вот, так что тоже может случиться совсем безумие. И, кстати, я вроде бы всем, наконец-таки, отписался, всем людям, которые как раз мне писали из других городов, которые хотели участвовать, собственно, из других стран. Если кому-то из вас я не ответил, пожалуйста, напишите мне еще раз в личку, кто напишет мне в личку, но при этом не по этому поводу того забаня. Ладно, шутка, не забаня никого. Вот, я просто не буду отвечать. Вот, напишите, может, кого-то я забыл. Ну да, у нас уже несколько, 5, по-моему, у нас 5, короче, филиалов с парка по разным городам и странам пооткрывалось уже, которым просто, ну, если люди приходят, они хотят у себя это организовать, я им объясняю, как это все работает, и, ну, это работает по принципу того, что они будут просто мне скидывать результаты своих игр, и, ну, мы их будем интегрировать в эту общую историю нашу. Вот так вот. Так что вы можете присоединяться, то есть я знаю, что некоторые жаловались, что, типа, вы рассказываете тут, а мы не можем в это поучаствовать, пожалуйста, кто угодно. Хоть вы себя дома можете поучаствовать, в принципе, в теории со своими друзьями. Судьба Гачи Секундус. В ваших руках. Я чувствую, на самом деле, если компания пройдет еще годик, то Гачи Секундус не останется вообще. Ну, понятно, от Сауы. Все сломано. Что с ним поделать? Сиквел с паркой будет происходить уже на Гачи Прайм у нас, естественно. В общем, в эту субботу, знаете, где забираемся, ждем. Далее, к новостям Warhammer. У нас есть новый апгрейд пак для сынов Ереси Хорс. Что я несу? Сыны Ереси Хорс. Да, друзья, это вы, наверное, кто играете в Ереси. Короче, с одной стороны, у нас есть вот этот вот лоялистский пацан один. Просто вот берите, покупайте консула. Да. Есть как бы пластиковые пацаны, на которых есть апгрейд паки, которые вроде просто с болтерами и с топорами, но это именно для сынов Хоруса. Которые, конечно же, можно использовать всем. То есть это как-то сложно все. Я ничего не понимаю. Это Ереси очень сложная штука, друзья. Да, это для людей нового IQ, которые хотя бы больше 10, нам это не подходит, как бы. У нас как бы насущные проблемы, как там не забыть, как дышать. Что вы думаете, мы 40К только обозреваем? Не потому, что мы как бы просто не терпим какие-то другие варгеймы, другие системы. Нам просто мозга не хватает во всем этом разобраться. Здесь понятно, кубик кинул типа на 4+, как пишет ГВ, и все понятно. Ну да. А там что-то начинается. Вы видели просто рулбук Ереси? Его прочесть нужно, это Big Brain. Где вы видели Big Brain? Да. Здесь нет. У нас там просто головой потрясло, там желток побился от стенки и все. Еще один Big Brain Time, это новый сезон Warhammer Plus. Потому что у нас, помимо контента, который никто не смотрит, есть две новые лимитные минечки. Это какой-то вампир, ну там просто как бы силуэт. Ну да. Миньки. И косаркин с хотшот Лазганом. Симпатичненький. И вот второй, конечно, нам интересен. Но с другой стороны, ну типа, одно дело, дополнительный лейтенант или там снайпер, не знаю, сидящий. Лорд ХСМ в термар море, да. А просто какой-то чувак в третьем ряду там. Косаркин, да. Ну как-то вот не знаю, странно это они сделали. То есть, ну я бы понял, например, ну действительно, сделайте ЕГЭшного командира. Ну там, кстати, ну кто-то скажет, ну блин, коммонных так много было, ну сделайте этого, как его, ну самое каноничное, что выпускает, боже, я забыл слово. Комиссара, ну сделали бы комиссара, вот например, гвардии, я не знаю, там типа, или какой-нибудь командир Косаркинов, ну не знаю, короче, да, вот это странно, что, ну типа, обычный чувак. Нет, он может быть и командир Косаркинов, все равно он будет стоять между 10 другими чуваками. Короче, что-то вот да, как-то грустновато, что гвардию-то обделили, а, ГВ, вот типа. Ну просто действительно, ну как бы, в прошлый раз, типа, блин, у вас лорд ХСМ, типа, и вот, и Косаркин, ну как бы, или, или снайпер, типа, с вот такой вот там половиной головы Селестины, типа. И Косаркин, ну, не знаю, Косаркин. Короче, в новом сезоне в Ахраме Плюс смотреть нечего. И покупать нечего. Оставайтесь на подписке ТФЕ. Да, это лучше. У вас все будет. И как раз тот вариант, где может подключиться какой-нибудь подписчик, который понимает, что происходит, и объяснить нам, потому что мы смотрим на метавотч АОС и такие, чего. Не, ну я могу прикинуться, что я понимаю. Михаил, нужно было врываться за вампиров. Да. Мы пропустили все. Единственное, я такой, типа, да, смотри, в топе. Мы сейчас поясним, о чем мы вообще говорим. Это то, кто как круто выигрывает там где-то за рубежом в АОСике. Ну, в среднем статистика по палате. Лордов 61, при том, что напоминаем, 55, это идеальное. Ну, идеальное 45-55, вот так вот. Потом идут Бон Рипперы. Да. И Гедонисты Сланеша, топ-3. Понимаешь, хаос и всякая смерть правят в этом. Там где-то Штормкаст и последнее место 41% винрейта. Да, это Орвыш и Гор, что Штормкаст находится в такой жопе. Но. Но. Я такой, Найт Хонты, 44, я недалеко. Нет, я ничего не пропустил, все хорошо. Пусть там эти вампиры-кобылы продолжают править. Но мне нравится, как бы, я умею выбирать фракции. Слейф ту Даркнесс 44% как раз. Рядом с Найт Хонты, наверное, стоят вместе. То есть, если мы начнем в этой редакции, у нас будет с тобой все нормально. Мы будем в жопе, все в порядке. Тем более, насколько я понимаю, у Слэйвов все еще та же ситуация, что одни из самых эффективных юнитов все еще. Ну, ладно, там у них много чего есть, но, типа, все-таки зачастую эффективнее именно всякие голожопые дебилы, которых я собирать не собираюсь. То есть, я еще буду умышленно в плохой фракции собирать плохое. Ну, кстати, Cities of Sigma, которая сейчас тоже на дне 42% винрейта. Вот выход нового батлтома, возможно, исправит ситуацию. А он, смотри, они поднялись. То есть, они были раньше на последнем месте, а Сигмариты на предпоследнем. Они поменялись, типа, тук-тук-тук-тук. Зато, вот, слоевые стабильность просто, стабильное дно. Типа, знаешь, находились, так и остались. Люблю это. Вот это классно. Красавчик. Ну, мы могли бы, на самом деле, здесь, знаешь, притвориться, что мы понимаем, что здесь происходит, рассказать вам, типа, смотрите, какие-то фракции эти. Не, на самом деле, картина очень хорошо показывает пока что вот в АОСе. Разница сейчас в АОСе и в 40, именно не в том, что АОС разница, АОС и в 40, а разница того, что система существует два, точнее, редакция существует два года и редакция существует несколько месяцев. Потому что в АОСе уже, ну, относительное устаканивание есть, и у них вот эти, типа, то, что вываливается из статистики, не такое большое количество. И 40К, в котором сейчас просто, пум, большая часть кодекса, все вне статистики. Но при этом все равно смотрится это, если вот так прям не вдаваться в детали, все равно смотрится, что разброс большой, есть прям фракции, то есть они не плавают, а прям вот у тебя 61, там 42. При этом я понимаю специфик АОСа, там много таких миниатюрных фракций, где у тебя два набора и все, как бы, и ничего не выходило ни хрена. У тех же дочерей Кхайна просто, ну, типа, нет ничего, им нечем играть. Но с другой стороны, блин, эта система уже сколько лет? Ну, типа, у нас только в следующем году будет новая редакция. Вы чем заняты все это время? Почему у вас, как бы, не равняется? Типа, пофигу? Не, 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 так вот это то и дело. У них, видишь, получается, что у них, ну, типа, редакция, как бы, последний раз релизилась два года назад, как раз. Ну, в следующем году будет новая. А два года. У них, в принципе, вот сейчас, типа, более-менее устаканился, баланс как раз показать. Мне кажется, что иногда ГВ очень плохо с этими общими твиками справляется, вот даже то, что, на самом деле, Галарада Сигмана в жопе находится, ладно. Плохо то, что вот есть там фракция, у которой там за 60% перевалил винрейт, и это вот пример, что мы видели в 40К, кто-нибудь, ну, кто не понимает, что происходит в ООСе, объясняю, вот пример, что мы видели в 40К. Тираниды долгое время, Ильдары долгое время, когда, ну, типа, очевидно, там, Друкари, ой, не Друкари, а эти, Орликины, которых надо фракцию, которую нерфить, понятно, так нерфить, но у ГВ настолько инертные какие-то действия, что этот нерв долетает с таким опозданием просто космическим, что вот, типа, долгое время держится, что что-то вот сильно выбивающее статистики. Хотя, казалось бы, вот для таких бы вообще-то ситуаций стоит выпускать внеочередные какие-то факи, а не просто так вот, типа, ну, мы ждем там раз в квартал или там раз в полгода мы выпустим чего-то. Вот это вот странновато немножко, то, что, да, общее изменение цен хотя бы чисто ради ребаланса общего, чтобы не застаивалась мета, это вполне себе понятное решение. Но почему, когда у вас есть прямо что-то такое резко выбивающееся из всего, почему это быстро не пофиксить, не совсем непонятно. Вот то же самое, ну, вот, я говорю, мы видели это в 40 уже много раз, типа, в оси, видимо, то же самое сохраняется, типа, хотя, ну, вот, ну, говорю, вот там тем же тиранидами пофиксить, никакой проблемой это не составлял в какой-то момент, там, типа, с теми же эльдарами, их могли, ну, типа, очень так себе понерфили сейчас, типа, ну, вы смотрели, думаю, предыдущие новости, где я рассказывал, что, ну, типа, какая ситуация, нерф этот никак не помог, минимальное какое-то действие сделали, поэтому, да, вот иногда ГВ прям с этим очень странно действует. А кого-то просто так вот по яицам бьют, просто так, непонятно, за что, бедный Стромсюр, все, все, что в нюду, все. Ладно, я думаю, что мы в ближайшее время там подключимся, посмотрим, что вообще и на спарке проверим, еще там с балансиком, что и как. В общем, в тему вкрутимся так, что у вас последний шанс прийти в редакцию ТФЕ и сказать, я сейчас вам все объясню. Да. Ждем. И что, заканчиваем слухами. У нас тут какая-то паленая пачка слухов, мы вычленить самое главное. Во-первых, 40К, новые наборы Крига все-таки где-то плавают и готовятся, якобы, опять же, напоминаю, это слухи. Не воспринимаете это за чистую монету. Справедливости ради, да, эти слухи были уже лет как в 10, мне кажется, так что да. И мой прогноз по поводу того, что новыми пастер-боями у ЕГЭ будут как раз Криговцы не оправдался, как в Балакаде так и осталось, но почему-то ГВ продолжает в этом направлении вот скилл-тима, да, разрабатывать их модельный ряд, если верьте, опять же, слухам. Криг, естественно, после Кдианцев самые такие известные, потому что там брать, ну, есть еще, конечно, возможно, джангл-файтеры какие-то, да, но у них, конечно же, там один набор, все остальные, это вот очень древняя история, это металлические миниатюры, их, считай, нет. Да. Вот, а Криг, он как-то все-таки смог, видимо, своей именно вот этой похожестью на Первую мировую эстетику. Ну, не просто эстетика, просто банально, да, не эстетика вытягивает, на самом деле. Она все-таки в сердцах, она в культуре, поэтому она их вытянула, вот. И в правильном направлении ГВ здесь работает, если расширяет модельный ряд, да, будет это все в пластике, потому что, конечно, смотреть на смоляных криговцев, там, где-то лошади, какие-то дистрофичные сами эти эгэшники, это, ну, боль. Но, тем не менее, получается такой дуализм, типа, есть кодианцы, есть калиговцы, больше никого и нет, и вот чего, типа, как, будет ли это отдельный кодекс, что это, не очень пока понятно. В слухах, типа, говорят, что все, карланы, к сожалению, заканчиваются. Потому что даже уже есть, якобы, у ГВ миниатюры старых доспехов, но уже в апскейле. Типа, они их будут выпускать условно по 30к, а МК-7, наконец, типа, Ереси. Орать буду просто над всеми, кто говорил, что нету МК-7 в Ереси. А, и для 40к, ну, это будет уже апскейл, это не карланы. Ну, то есть, на самом деле, собственно, что мы говорили тысячу раз уже, ну, я говорю, ладно, что карланы, как таковые, полностью не пропадут, просто разница между ними вообще пропадет, как бы между, ну, типа, разницы росте, естественно, она будет уменьшаться вообще. Ну, блин, камон, выход хаоситов, по-моему, это прекрасно показал, что все, нету тебя разницы, типа, Приморисы не выше, на самом деле, Space Marine, они обычные, типа, теперь. Ну, вот, это просто стандарт стал. Другое дело, все еще непонятная ситуация, вот, ну, мы, когда обзор, собственно, записывали, не совсем понятны некоторые действия ГВ, то есть, например, окей, вот, например, Штернгарды, вот, это прямо идеальный вариант, который они показали, они просто выпускают, или Терминаторы, ну, типа, это условно просто у чуваков просто армор фактически, и все. Типа, Приморисы, не Приморисы, они вообще пофигу, не имеет значения. И, вот, например, те же Штерны, они вышли максимально похожими, ну, они, ладно, чуть-чуть менее украшены, наверное, чем старые Штерны, но все еще, и ты можешь старыми карликами поиграть, можешь новыми, как один хрен это Штерны, да, типа, Терминаторами то же самое. Но вот с некоторыми заборами возникают вопросы, вот, типа, который самый ГВ говорил, вот, типа, байкеры, да, ну, типа, ладно, базовые, ну, блин, у них базы разные, но, ладно, но, но, Атак Байк и АТВ, это очень две разные штуки, как по мне. Ну, типа, Марио Карты и вот этот вот, типа, пу-пу-пу у вас эти, с коляской, ну, не знаю, они сильно все-таки, мне кажется, разнятся и очень плохо переносятся друг на друга. Хотя ГВ буквально говорит, ну, типа, используйте. Странно, вот, то есть, короче, странно, непонятно, неинтересно, вот. Вот. Ну, нет, а запскейлить все это, да. И, на самом деле, я вот это изначально говорил, что, ну, типа, самое логичное решение, убрать просто, не вырезать карликов, а убрать буквально разницу между Приморисами и этими. Убрать, как самый концепт, на самом деле, Приморисов. Такие, просто, у вас есть Спейсмарины, все. У вас есть, есть Гравис Армор, есть Тактикус Армор, есть МК-7, есть, типа, что угодно, у вас Терминаторский Армор и все. А Приморис, ну, как бы, Спейсмарины есть Спейсмарины. Вот. Ну, пока что, пока что, по новым веяниям, все вроде к этому идет, опять же, Приморисы могут кататься теперь в ландаках, все. Ес. Шах и мат, аметисты. Ну, и слухи не были бы слухами, если бы в очередной раз не упомянули готовые пресс-формы детей Императора. Якобы, углы, они где-то лежат, но они их зажимают, потому что, потому что не время еще для этого кодекса, как сейчас, как бы, терпимость есть. Но, с другой стороны, ханжество тоже наступает. И, как бы, помните, волоски пытались потерять бедного сланиш. Да. А он, как бы, такой, нет, гедонистый вперед. Да. И вырвались стопы в стопы, да, меты. Кстати, интересная штука, что если у них будет откладываться именно релиз, знаешь, почему? Потому что перенес релиз эпика. Спасибо, ГВ. Кстати, на самом деле, это смешная ситуация, что вот показатель того, что ГВ про*** был. Потому что, если бы они изначально тогда, когда они заявили, а это все-таки, я напомню, это был момент того, что это не какая-то наша придумка, у них было объявлено. Ну, ладно, справлюсь ради, это была трансляция, и, как бы, там, может быть, человек мог сказать что угодно, но, тем не менее, было заявлено, когда выходит фракция сланишитов. И вот, если бы они выпустили фракцию сланиши раньше, вот, типа, там, на годик-два раньше, я бы, скорее всего, их бы сейчас бы собирал. И у меня бы сейчас вот этих моих бы джин-ро-маринов не было бы вообще, потому что, ну, мне бы и повода не было это делать. Бам! Вот ГВ затормозило, и мне теперь, как бы, мне, в принципе, импонирует, это все равно мой любимый, типа, легион, но я их не буду собирать, какая разница. Я буду все свою стилистику уже делать, и все. Все мары едины, да. Касочку одели, противогазы, поехали. Собрал, чтобы объединить их всех. Да-да-да. Что ж, у нас есть еще немножко слухов про АОС Олд Волт, и якобы Ол Волт релизнится следующим летом, сразу после нового релиза третьей редакции АОСа. Я вот это вообще понять не могу. Значит, это нацелены на разные целевые группы. Ну, в их идее, да, но мне кажется, нет. Вот тут, ну, очень странное решение немного как-то. Я, честно, честно, я даже, ну, типа, я предполагаю, зачем это сделано, потому что, напоминаю, что у ГВ вот этот, вот, типа, вошли они в какой-то цикл, что они, системы, пытаются вот это делать, обновление редакции раз в три года, да. С 40 мы уже привыкли, АОС привыкли, и, видимо, сейчас все пойдет по этим же рельсам, вот. И, видимо, тут ГВ делает больше ставку на ту же ересь, чем на Old World, потому что, собственно, у нас сейчас как бы 40К, АОС, ересь, опять 40К, АОС, ересь. Ну, если выйдет, справедливости ради, мы еще не знаем, если в 25-м году будет выходить ересь. Ну, потому что она как раз выходила в прошлом году, два года у нее есть. И вот тут очень странно, ну, типа, потому что что-то мне подсказывает, кто-то, конечно, будет спорить, но у Old World, да, по идее, есть очень большой пул фанатов старых, которые бы все-таки системой были бы так или иначе заинтересованы. Получилось ли их бы заинтересовать в покупке моделей, это уже другое дело, да. Но есть большой, огромный момент, который вот прямо странно как не используется. Есть АОС, да, ну, по фэнтези условному, да, ну, и вот будет Old World. Но самое главное, есть одна такая медийная штука, очень известная, как Warhammer Total War, который все-таки не по АОСу, а по ФБ, и он по Old World. Непонятно, будут ли еще части, на самом деле, сейчас после третьей, кто-то скажет, типа, блин, у кого на них три части хорошо очень продались, типа, что они сейчас не будут делать четвертую. Есть у меня, по крайней мере, это Михаил, как всегда, аналитик от Бога, есть предположение, что они могут просто сейчас не делать четвертую часть, знаете, почему? А это хорошо, они сделали три успешные игры, прям подряд, хорошо продали, все классно. Но напоминаю, что у них есть, вообще-то, свои же IP, типа, Сёгуна, Рома, Медивола и еще прочего всякого, да? И как бы, как вы думаете, что лучше развивать, свое IP или чужое? И вот сейчас, возможно, на этом вот, типа, вот таком вот взлете популярности, они просто, а теперь мы делаем свою IP, и все. Вот, и они могут скачать, типа, с этого ФБшного. Но, типа, в идеале, вот уже, уже, какая разница, есть уже эти игры, не будет даже четвертой части, в идеале, конечно, выходит просто, прикиньте, вот, ух, 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 у меня сейчас прямо, знаете, это было бы идеально, мы бы жили в идеальном мире, если бы у тебя происходит, вот там буквально рядом релиз Old World и Total World 4. Это вообще был бы просто разрыв в жопы. Вот это прям вообще топич. Ну, о чем-то таком вроде как упоминалось, но, опять же, непонятно, сдвиг эпика, как на это отреагирует, там, как вообще все, куда распорядиться. Игру тоже, сроки могут двигаться, ну, в смысле, компьютерной разработки. И тут, получается, как вообще все это синхронизовать? Ну, и, кстати, тут вот я хочу сказать, вот эта вот иногда ГВ-шная идея с тем, что вот у них вот, опять, ГВ-мастера логистики просто от бога, вот это вот то, что у них вот с окнами релиза, которые, вот на самом деле, судя по всему, ну, ладно, с моей высокой колокольни эксперта во всем, да, типа, вот эти релизы в субботний релиз обязательно у нас каждую неделю, не уверен, что они кому-то всрались на самом деле, вот эти вот, типа, именно вот такие вот окна релиза. Но ГВ почему-то придерживается этого, долбится в это вот прямо, ну, как, в принципе, они очень многие старые штуки, вот, типа, уперто. Мы так делали раньше, мы так будем делать сейчас, вот. С этим у них есть. И вот, честно, вот здесь показатели, примеры, у вас есть ключевые системы. У вас есть 40К, АОС, типа, окей, у вас есть ересь, у вас теперь появляется Олдворд, и напоминаю, например, существует вообще-то все-таки еще Оластелин колец. И мелкие еще все-таки системы, ну, ладно, кто скажет, не мелкие, не Михаил, но меньшие системы, типа, там, Килтим, Некромунда, вот это вот все, да, там, там, типа, как они забыл, называется, по ООСу. Вот он, да. Вот, короче, куча всего вот этого есть. И вот, честно, в этом концепте вот эта вот идея того, что редакция обязательно должна 33 года, выглядит очень странно. Тем более того, что вообще, ну, типа, вспоминаем, как вот, например, на 40К сказывается редакция в 3 года, да, вот пример девятой редакции. Большую часть редакции люди сидят без кодексов, они сидят без новых кодексов, они сидят с старыми кодексами, и у многих кодекс выходит, у тебя он актуален, типа, несколько условных месяцев, а потом новая редакция, такой пассивоговая, круто было, конечно. Или вот эти сапплайменты выходящие, которые вышла книжка, кампейн, актуальная она 1 месяц. Если ты ее купил на релизе, кому это вот делается, камп, вот, типа, ну, очень странно. То есть, апдейты регулярные, это хорошо, но зачем редакцию менять каждые 3 года? Вот я, вот, особенно в таких реалиях, я не уверен, особенно если вы уже решили, что вам нужны эти окна. И вот, вот, чего я придерживаюсь, например, мнение, что все-таки конкуренция с самими собой у них присутствует, и ставить релизы, вот, ну, например, это было бы просто, вот, типа, дебильнейшее решение, поставить, ну, например, в 1 год релиз с редакцией 40 и АОСа, это бы просто бы, это бы одну из, это бы, как бы, вредило бы сразу же обоим системам, а одну бы, скорее всего, все-таки из-за того, что одна, все-таки популярной, хранила бы очень сильно. Ну, это как выход фильмов в прокат, да? Ну, да, да, да. Под катком оказался там какой-то фильм поменьше, который был, а его какой-то просто переехал, и все шли туда, да, потому что по статистике человек смотрит там сколько-то фильмов в месяц. Один в месяц, один в месяц, да, смотрит. Вот, и он выбирает либо этот, либо этот, да. Соответственно, у нас, естественно, это не так работает, аналогия такая, притянутая за уши, но все равно есть люди, которые в одной системе, им не важно, что там в АОСе происходит, это мы тут, как бы, типа, обозреваем более-менее все, но есть люди, они реально существуют, которые в нескольких системах наблюдаются, в том числе именно в ГВшнах, и вот, типа, он такой, я вот в этом году играю, ну, либо в АОС, либо в Сурока, типа, ну, извините, и с него не получается стряхнуть и по той, и по той системе. Ну, и тупо времени у человека нет, даже если у него деньги есть на это, поэтому, да, естественно, вот, как бы релиз и АОСа, и Олд Уолда в одно лето с разницей в два месяца выглядит странным решением. Ну, оно, как минимум, выглядит решением, как вот то, что у меня было ощущение с Эпиком, что ГВ не ровен час с ним поступит, как со многими своими системами, что она будет вот где-то там плавать на периферии, что-то к нему будет делать, ну, вот, ну, я знаю, кто-нибудь сейчас скажет, Михаил, ну, нет, ну, вот, знаете, как, например, та же Некромунда, я сейчас знаю, кто-нибудь скажет, конечно, Михаил, мы играем, вы играете в Некромунду, но это не отменяет того факта, что система, ну, не очень-то популярная, но немного людей играет, извините меня, в Некромунду, ну, или, например, тот же Властелин колец, и это не говорит, что система плохая, или там, если что, я знаю, многие подумают, или что вы плохие там, что вы собираете такую систему, у плохие какие, смотри, что подумали, во что играть, в игру, которая нравится, нет, просто в смысле того, что производитель хреново поддерживает свой продукт, и это в том числе сказывается на популярности самой по себе системы, типа, если бы, ну, вот подумайте, с той же, вот, например, вот я сказал про Некромунду, если бы к Некромунде выходили бы апдейты с такой же частотой, если бы к Некромунде выходили бы коробки с такой же частотой, ну, может быть, она была бы не такой же популярной, но, наверное, это она была бы популярней бы, а если, опять же, кто-то спросит, а нахрена популярность, я знаю, вот, кстати, если вы человек, который придерживаетесь того мнения, что если в ваш хобби приходят новые люди, это плохо, пошел в жопу во-первых типа не но таких людей как бы считают его просто мусор какой-то ну типа потому что в любом случае популярность вашего хобби это хорошо потому что больше приходит людей у вас свежесть появляется в вашем хобби у вас появляется больше выбор ну короче это плюс всегда плюс когда у вас есть большее количество людей как показала практика особенно маленьких комьюнити проблема когда в какой-то системе комьюнити очень маленькая в ней зарождается говно но в плане того что существует всегда люди которые никому не нравятся с которыми никто не хочет играть но в большой вот например ваха достаточно крупная для этого и в большом комьюнити особенно москва да много игроков и вот человек если он ведет себя как мразь его просто изолирует комьюнити в итоге он просто отваливается с ним никто не будет играть и все иди в жопу типа ну ты 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 черт типа никто не хочет с тобой играть да и это даже не вопрос выживаемости комьюнити нары это вопрос выживаемости игры то есть если вы придержитесь элитарных взглядов то подумайте вы хотите быть условный аэронавтикой играть в мертвую систему тремя людьми или вы хотите быть условным 40к в которую постоянно приходят новые люди которые играют да их много да это типа попса условно да но тем не менее это живая попса и в ней в рамках этой вселенной можно найти что угодно вы также можете играть тремя коллегами в какой-то свой мод я не знаю там в boarding action там или еще что-нибудь еще короче можно себе заточить кусочек но при этом оставаться куском развивающейся игры а не быть похороненными вот да потому что как бы ну мы уже говорили там как бы опять же комьюнити само там не поддерживала ну так или иначе чтобы никто не говорил но тоже там девятая эра она никогда не будет такой но и не и уже не является такой и не являлась те популярны чем тот же аос перспектив нет да хотя казалось бы время сейчас можно прям развивать как угодно печатать минки рисовать правил но все равно это чужой айпи будет параллельно айпи развиваться гв как мы уже понимаем и вас просто будет альтернативный взгляд который будет лежать на плечах каких-то людей которые активно его поддерживают они вот не захотят поддерживать и все девяточка это закончится да энтузиазм это хорошо но он имеет как бы свойство кончаться рано или поздно у людей вот все-таки они не бесконечно могут так долбиться прямо без безнадежного что короче к слову долбежки короче на самом деле просто хотелось бы то есть я знаю что есть нас кто-нибудь отбит это все равно напишет комментарий типа у долбите свои 40 а вообще ничего не понимаете но типа мы бы хотели чтобы вот 40 к все еще не идеальная ситуация далеко как ну вот мы обозреваем как бы вам регулярно каждые новости запишу далеко не идеальной ситуации и далеко не идеальные действия предпринимает гв в плане 40 но хотелось бы хотя бы вот такой вот другим системам но в плане того что все-таки мы можем возмущаться то что о гв такое не выпускали два года кодексы нам типа не может этот вот сделать там а там редакции новый код мы как бы со своей колокольни конечно такие тут зажравшись сидим но я бы как бы ну типа честно просто по-человечески было бы хорошо чтобы система которая вам нравится не нравится вам 40 вы играете вот внутри волос хотя чтобы а вот столько же апдейтами ладно нос он все-таки он на втором месте идет поэтому не такой уж там типа отстающий да ну вот крайне маленькая система чтобы также 0 и ересь тоже что также обновлялась типа и так и так же поддерживалась как 40 к типа а пока практика показывает что нет другое дело единственное допускаю что вот возможно что возможно что именно мы чего-то не понимаем и дело именно в том что просто эти траты времени не имеют никакого смысла грешного смысле вот то что если они потратить ресурсы они никак не вплывут может быть конечно в этом дело но как бы мы тут не знаем можем обсуждать свои стороны мне кажется что проблема популярности многих систем и нас он что недостаточной поддержки и недостаточно вообще эти пока бы освещение релиза вот этого всего на вот ну хрен его знает возвращаясь к слухам смотрите-ка у нас есть как бы еще блок про эпик и ересь одновременно про эпик мы уже говорили что он переносит скорее всего на октябрь и ноябрь посмотрим опять же вот здесь сентябре выйдет значит можете в принципе на эти слухи махнуть рукой во время релиза обновленных мк-3 легионеров выпустят следующую книгу компании ересь которая должна была выйти в следующем году но опять же изменение выхода эпика повлияло на вывод книги для ереси как вам такое значит то начало осады терры и противостояния имперских кулаков и сынов хоруса важно это я не знаю напишите в комментариях это важно или нет кто разбирается в планах гв в их выводить три полноформатных набора пластика для ереси в год по поводу вот частоты обновления системы три полноценных пластиковых набора в год что такое полноценный пластиковый набор для гб это типа условный дуал кит там какого-нибудь танка или там тактички дам вот то есть если выйдет сначала какой-то типа сикаран такой а потом сикаран чуть-чуть другого вооружения это тип один набор если я все правильно понял соответственно это как бы три у зановных миньки в год это это лучше чем 0 понятное дело как было раньше когда не было пластиковые веси до толком но это все еще одну типа но но это смех типа понимаете да типа релиз любой фракции в 40 а оси больше чем три коробки ну именно вот релиз полноценные не только до там одного типа выдают модельку но но напоминаю что даже гв сказала что релиз всех кодексов в этой редакции в десятке будет сопутствовать тому что они будут выпускать новую миг хотя бы одну вот типа ну ну типа я и я все еще где игру я не понимаю это типа дело в том что на самом деле действительно невыгодно вкладывать свои силы в ересь для гв либо гв дебил вот тут вот типа ваши вот ваше предположение в чем дело вот почему такое такая поддержка объясните мне но здесь есть один важный момент отличие от 40 когда в 40 выходит набор он если это не space marine он выходит конкретной фракции 30 к у тебя каждый набор по сути для всех ну не для всех но почти до него ты выпустил бричеров я не знаю ну да вроде как пластиковые для диспойлеров что выходит апгрейд ты выпустил для всех легионов по сути поэтому здесь немножко специфика своя но все равно конечно три набора на типа 12 месяцев это даже не раз квартал ну да это просто ну типа ну чего вы типа стебете что ли я просто не понимаю вот этого ну ладно там еще будет смоленые наборы просто хрен рейтки не слаще но не знает это просто какой-то безумие типа я не знаю но не знаю короче мы к чему вообще все это мы тут сидим типа ноем как будто вот два хасид собрали ты все не так 7 набор на 10 наборов много 3 мал пошли в жопу уроды все дизлайк отписка в чем у себя риска они перезапустили ересь есть стартовый набор а поддержки мы не видим то есть вот типа я человек который давно занимается 40 например хочу расширить себе ересь потому что это мои воспоминания из пятерки там эти правила да я хочу войти я вижу что меня будет три новых набора чем он будет заниматься в этой есть ну да да блин а опять же вот мне кажется как можно было бы нормально возможно бы вот тоже вот гв как бы учитесь эксперт во всем михаил предположим что не не оправдывают свои вложения вот эти вот именно в ересь окей да типа это именно финансовое такое решение обусловленное там какими-то изысканиями мы дурачки все не понимаем да с вами типа то гв типа видно это но тогда возникает другой вопрос но может тогда вы будете делать что-то что позволит вам а например у нас у вас есть сверх ну в вашей категории типа сверх популярная система 40 до может быть вы будете пытаться делать чтобы как бы и туда и туда тогда что-то работало то есть например кто скажет ну погоди михаил но вот они например выпустили сикаран да и они выпустили в пластике ну как бы логично его можно и туда и туда а может быть эти дебилы в сикаран в пластике в кодекс раны добавят они будут засовывать в какой-то книжку который еще и будет говорить но это легенды ереси она может будет поддерживаться а может не будет хрен узнает вот резовой пользователь на это посмотрит он такой что-то какое-то говно да здесь большой вопрос потому что по-хорошему релизы для 30 к отлично в 40 к пролазит обратно нет очевидно но не некоторые могут ну к естественно да что ты можешь но условно выпустили борисбурге пролез взять какой-нибудь импульсор и запихнуть еще условно можно но взять какого-то друхарского не знаю чувака и пихнуть ерес нет вообще уже не получится логично но любой релиз ереси это условно отличный релиз для 40 понятно что маров можно спокойно брать но отличный пример сикаран а типа где вот она нужно вот это вот тоже вот прямо берите его гв и в кодекс засуньте вот вот он находится вот я бы уверен кто-то скажет на михалину человек же может найти на него правило опять напоминаю вам то что говорили сколько там не помню минут назад типа вот ну типа люди если затупят они это сделают лучший способ был бы всегда засунуть это в кодекс хрен с ним же марский кодекс и так распухший как всегда типа самый большой ну и ну и черт бы с ним но делайте добавлять туда эти сикараны добавьте туда там всякие спартаны вот это вот все типа там 25 видов лэндрейдеров вот эти вот все типа почему этого нету на кой хрен вам это надо коробки даже выпускайте вы блин у вас вот вот типа даже коробка вот выходит тактичка да вот одну типа десятка до выпустите tactical squad слышь легионеры для ереси вот просто прям буквально вас на коробке написано типа блин вы вы за счет просто по одной популярной системы будете рекламировать свою может быть менее популярную его почему этого не делать я не вдупляю абсолютно то же самое там уже есть кусты у вас есть вообще-то тоже там напоминаю типа в ереси да ну ладно мы еще не знаем примеры но может быть когда-нибудь они все-таки выпустят dark мехов как как именно как фракцию они я и буду собирать да вот и выпустят они фракцию dark мехов в ереси вот я отдаю вот прям я будем уверен они тупые же абсолютно как пробки да они выпустят в ереси не выпустят 24 хотя казалось бы кто скажет михаил почему так уверен сколько есть сколько есть юнитов в 40 мехов сколько есть юнитов в 30 к мехов как думаете что ты среди них пересекается вот типа вот вот это меня просто убивает она что тут тупые или что ли почему это казалось бы простая мысль ты выпускаешь один набор и вот если он для одной системы или для двух до что больше просто вот да ну типа просто больше охват зачем зачем это делается в день как вы бесит меня просто я не могу но даже даже бомбит у меня но вот пожалуйста выпускает они это деймос паттерн предатор да вы пожалуйста блин дебилы тупые вы сделаете в кодексе закачку вот предатор и у вас не два дебильных предатора который один с ласками другой с автопушкой а сделайте что у вас там и плазма есть там огнемет и все у вас есть и вот такой вот человек тоже может быть даже тупой тоже посмотрит такой хочу огнемет а где мне его достать а ему в магазине такие а смотри вот такая коробочка предатор но он деймос паттерн но это предатор и у него тут все есть и такой человек беру откуда такой а это из ереси вот там много такого есть я хочу еще причем блин сделайте вот это классную штуку типа запретных знаний в 40 к типа это легенды ереси вот она помнишь было собственно в книжках император или буквально легенды называлась как же называлась когда ты можешь если ты берешь что-то юнит какой-то ты кп платишь до релик что-то там вот вора а типа окей это старая техника которая через 10 тысяч лет каким-то образом до нас дошла вот она это утерянной технологии и по ее используя она мощная тип справила 40 они приму кучу крутые тип вересе она была стандартная сейчас она типа вот так вот стала другой ну относительно 40 которая сейчас технологии со всеми такой меди пришла голод и говорила если скажу и тип окей ты должен какие-то там либо плачешь больше очков либо кп или были как-то еще у тебя там какая-то процентная то есть ты не можешь я взять много и для игрока это ничего себе вот я откопал тут танчик там релик какой-то эры этого что же всего нет к сожалению она как-то чуть-чуть проявлялась но слишком слабенько она же буквально есть релик терминаторы вот гв вот что с вами не так у вас буквально есть релик терминаторы из ереси который есть 40 релик тактикалов релик предатор релик ландрейдер доход чё туда суньте хоть писюн свой кодекс короче были я вообще чего с ними не так чем дальше мы это начинаем говорить про это тем более я не понимаю и при этом это же прям в рамках системы она же тоже все строится на том да типа все технологии у терра это запретные знания там да идите блин это в игру это же отличный то есть у нас есть ветераны долгой войны да но у нас нет запретных знаний я не очень не в дупле или чё почему почему это прям это же самый простой способ про рекламе к ересь на фоне типа 40 к это вот просто и самый простой способ и людей бы больше туда бы входило потому что они бы уже покупали я здесь могу взять один сикара а там я могу взять все сикараны я отправляюсь в 30 к в жопу это 40 нет ладно не буду продавать армии может быть сыграем в 11 редакции ну короче ладно и кто дожил до этой минуты главная новость по поводу слухов на сегодня это то что следующая загадочная армия в пластике это будут те самые солярные аукселирии все-таки доживем до пластиковых гэшников 30 к вот там лемонрус малькадор и бэнд блэйд все в платье вы настолько довело денису что он из кадра же вывалился простить я не очень понимаю почему какая-то там солярка называется наверное потому что тогда не было гвардии то это была гвардия я читал книги ересь и там и про солярку нигде не было нет потому что ты читал более ранее книжки тогда не существовало просто но это ладно простите не могу продолжать перестать орать точнее говори не упусти этот момент это те же самые гэшники у них те же самые лазганы ничего мать твою не поменялось там не было никакой техники кроме вот этой условный империал армора который тоже можно спокойно 40 к заспихнуть как показала практика раньше у них были типа этот левый лемонрус точнее там василис такой а я был другой паттерн василиска а еще вот такой сейчас они просто все да пофиг это просто василиска ну закрытый корпус у него открыт какая нахрен разница василиска вот то же самое ну лемон раз такой лемон раз сякой какая разница это лемон раз камон козловский гвшный ну типа камон даже собаку не понимаю собака вот кули тоже такая ну кому гв такая леса собака собаки пойдем позвоним говорит я не знаю собака позволит попытается позвонить гв ну и вас ждем в комментариях может быть у вас мысли есть какие то может вы хотите побыть адвокатом дьявол написать нет ничего не понимаете опять же вы должны понимать что мы здесь просто два дебила который сидим но вашей условной кухне и размышляем по поводу размышляя опять же со своей точки зрения как хобистов и как людей которые присосались к этому вообще хобби нужно понимать что многие ошибки которые нам кажутся как ошибки и многие решения которые принимают компании которые выпускают продукты они исходят не только из того что нужно клиенту но из своих каких-то реализм каких-то даже не знаю политических вещей ну я сейчас условно политических которые не связаны даже с рынком да с экономикой напрямую нужно что-то выпустить потому что нужно выпустить по причинам которые там вот мы за рамками в их не видим и вот типа эпический релиз с эпическим провалом связан там возможно не только с тем что они не получилось у них все связать тогда может быть что-то еще где-то пошло не так ну кстати самый харизматичный харистоматийный пример это был релиз этого курска у них курсити напоминаю который ну типа буквально провалился вот просто при том что коробки расхватывали ток так он уже сразу же провалился буквально не успел релизно это как все равно что ну типа а там условно ну типа не вдаваясь в подробности можете посмотреть старые выпуски новостей вы не будете делать неважно короче это все это было типа из разряда того что знаете как выпустить фильм который стоил в производстве типа опять миллиардов долларов типа он может собирать очень много но он вряд ли окупится типа как выйти как ты не старайся ну это когда опять же кино прибегать да и например у тебя есть лицензия это не заплатил если ты сейчас не выпустишь фильм да ты еще потрачу сколько миллионов долларов или миллиардов но это обойдется тебе дешевле если не выпускать этот фильм прошу ты уже до хрена там ну да лицензии то надо или в производстве у тебя что-то вложено ну короче да это мы совсем просто простой ну типа это аналоги кстати бельные аналоги всегда работают дебильным не обращать над внимание просто пример привели это не разовый случай когда у них накрывается релиз какой-то по той или иной причине вот такие вот новости не то чтобы веселые то чтобы грустные просто такая жизнь друзья и мы спокойненько продолжаем играть в наш любимую игру наслаждаемся несмотря ни на что опять же завтра на стримчике можем обсудить все что у вас какие-то мысли или в комментариях можете написать спокойненько не так как не в прямом эфире дать более отстраненно мои комментарии все читаем поэтому пишите спокойненько ну и увидимся с вами завтра увидимся с вами в четверг если подписаны на прям и во следующий вторник опять будем обозревать все новости которые вышли за неделю любим целую берегите себя и свои мальчики пока и подпишись